Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Считается ли нормой в современном обществе, если девочка на сьюту парня дома очень с мамой, считают, что другие обо мне подумают, как о гулящей под летаковой. Она с парнем ранится в два года, я его старше, отношением год скоро будет мне 19. В первую очередь хочется здесь сказать, что вы не уверены в себе. И эта неуверенность в себе играет с вами злой шур. Вы, вроде как, не согласны со своими родителями. Вот, ну, считаю, что они не правы. Вот, и иметь, в принципе, все основания с ними не соглашаться. Вот, но в то же время вы спрашиваете у нас. Вот, ну, спрашиваете у нас. Считается ли вот в современном обществе нормой. То есть, неуверенность в себе, это ваше. Это недоверие. Ну, недоверие своим решениям. Недоверие своему выбору, вот, с которым, ну, которые вы совершаете, которые вы делаете. Вот. И, в целом, оспаривание его, этого выбора. Конечно, я понимаю, почему. Потому что, судя по тому, что мы можем видеть, да, у вас довольно такая получается авторитарная у вас семья. и, конечно, вот это авторитарная страна вас подавляет. Ну, не может, не может, не может не подавлять. Вот. И, вроде как, вы сопротивляетесь. в то же время в себе не уверен. Вот. Поэтому, учиться, нужно удоверять себе своим чувствам. И, в то же время, принимать ответ, принимать ответственность. За те действия, которые вы совершаете, и, которые могут не нравиться людям, допустим, в вашем окружении. Ну, например, вот отчиму, маме, и так далее. Вот. Вот. Кстати, научно, судя по вашему тексту, у вас тоже есть некоторая пока, я бы сказал, обида. Вот. Дальше. поговорим немножечко подробнее про то, что составляет вот ваше негативное переживание касательно того, что подумают другие. Вот. то есть, что это? Вина. Страх. В зависимости от этого мылья будет помогать вам обретать целостность. Вина – это злость. И проживается вина через злость. Через, ну, выражение злости, так скажем. вот. А страх это немножко другое, это больше про то, что вы чего-то хотите. Вы сами чего-то хотите. Но присваивайте то, чего вы хотите. Грубо говоря, по внешнему миру. Вот. То есть, отделяются таким образом часть себя, да, от своего тела. за счет личности. И присваивайте внешнему миру. Ну да, сами вы, конечно, естественным образом становитесь как-то слабее. Сами вы становитесь, ну, можно так сказать, уязвимее вы становитесь сами. вы И вот этот момент, он очень большой и очень существенно, я так сказал, влияние оказывает на вас. здесь. Вот. И тут нужно вот в этом направлении также работать и также предпринимать определённые действия, да, вот. Чтобы вам не было вот так тяжело. Мораль, то, о чем вы говорите, мораль. пожалуй, пожалуй, что у каждого своя, вот. И у каждой семьи своя мораль. И нужно вот рассматривая то, что вы идёте вот таким образом как бы против, ну, против, против, там, допустим, против своей, допустим, семьи, да, против, норм своей семьи. Надо убедиться, что вы идёте не невероятно, автоматически. Вот. То есть вы не убедитесь в том, что вы это делаете, потому что вам действительно так хочется. Вот. Например, вы избегаете, допустим, своему молодому человеку, да, вот допустим, отчим. Это вот такая история. Здесь И большая проблема, на мой взгляд, еще заключается в том, что ваш парень есть в вашей 0 лет. То есть, да, для его семьи полагают нормально, но, к сожалению, мы, ну, должны констатировать факт того, что человек, который не достиг совершеннолития, не может принимать адекватные решения порой. Вот. Ну, опять же, если он заработает, то с его стороны, да, все в порядке. А, скажите, сразу, вы как, 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 совершеннолетние, опять же, имейте право делать все, что хотите, все, что хотите сначала. Только если это не нарушает закон. Ну, вот закон, судя по тому, что мы можем видеть, если нет, не нарушает. Вот. Вот, в принципе, все. То есть, необходимо, то есть, следует некоторые нюансы, скажем так. Вот. И я думаю, что вот нужно будет уже, ну, с некоторой такой вот уверенностью говорить о том, куда вы, допустим, хотели бы двигаться, да? Вот. Как, как вы хотели бы двигаться, двигаться? Ну, тогда. Потому что, ну, ваше переживание понятно? А вот, ваши эмоции понятны. Так что, вот, я думаю, самое главное во всем разобраться, вот, чтобы для вас было очевидно. И вот как раз для таких целей, да? И есть психологи. Мы как раз занимаемся вот тем, что помогаем человеку себе разобраться, если он это сам сделать не может. Вот. Как бы, как раз вот для этого и работаем. Вот. Поэтому выбирайте себе специалиста. Вот. И начинайте прорабатывать то, что вас беспокоит. Начать можно как раз с детско-родительских. Отношений. Отношений. Вот. И больше уже переходить к более напущенных вещам. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать над собой работу. Позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Всего вам самого доброго. Обращайтесь. Украинство. Украинство. Играет музыка. Украинство.